привет всем мои дорогие подписчики и зрители канала с вами дарт и мы продолжаем играть jurassic world the game и сегодня новое животное это раджазавр значит раджазавр это было обилизаврит являющийся на данный момент одним из самых крупных представителей своего семейства грубо говоря в длину достигал до 9 метров росте до 4 метров весил при этом около 4 тонн жил от 71 до 67 миллионов лет назад на территории индии череп достигал минус 60 сантиметров имел маленькую площадь височных окон и чего лучше череп был очень крепким глазами располагался короткий рок являющийся выростом носовой и лобной кости значит в единственная проблема в чем у этой модели то что урок расположен не над глазами а за ними то есть он должен находиться ближе к кончику морды это первое неправильное а во вторых ноги просто считаю просто огромные они должны быть чуть поменьше все-таки животное как-то более элегантно выглядело нежели вот это вот создание вот такой вот у нас раджезавр в игре не совсем конечно похож на своего вымершего предка но что-то схоже все таки есть еще на двадцатом уровне меня это красно бледно-коричневый красный даже и полоски как видите тут появляются такие слабо выраженные такой крас уже неплохой ему идет грубо говоря а вот на тридцатом уровне то же самое только теперь все становится более ярким все эти полоски окрас сам становится заметным и красочно для супер редко он довольно мощное животное самому мощно супер редкой на 40 уровне что у нас добавляется меняется окрас добавляется такая светло оранжевый и вся спина становится полностью украшена шипами различных размеров и здесь даже в три ряда идет над спиной вот и вот этот рок наш все раньше был окрашен более светлые как-то был выражен теперь он окрашен как все стали шипы и никак не выделяется но цвет глаз поменялся на красный в общем вот как то так и живем наверное всех супер редких я вам показать смогу потому что на 73 уровне откроется аэротитан а у меня как видите всего лишь 72 то есть аэротитана мы пожалуй отложим на последующие выпуски так а сегодня я вам пожалуй покажу еще одних морских организмов допустим про доказавра он тоже рассказывал сейчас на него и посмотрим да еще хочу сказать про и появилась два морских супер редких это протастега и элосмозавр они у меня есть я их прокачать до 40 уровня успел поэтому буду прокачивать вместе с вами видео вот такой доказавр у нас гребень тут все такое тут какие-то вот видите белые пятнышки имеются на двадцатом уровне появляется в новом более красочным становится ведь пятнышки остаются появляются полосы а сам цвет приобретает такой бледно-оранжевый что ли окрас и ты так он выглядит гораздо лучше чем просто серым вот но доказавра относится к числу тех как сказать оппонентов которые имеют большую атаку и сравнительно невысокое здоровье но все-таки пещера это огромное вообще день и такую пещеру на острове то нашли вот здесь это понимаю выход туда на поверхность да так на 30 можно тут же окрас только более яркий то есть по сути ничего не меняется вот она 40 он вообще практически практически не изменял изменился немного красоту туловище так ну пузо допустим нижняя часть туловище вот блин как сказать ну вы поняли я думаю единственное что изменилось это вот его спиной гребень я стала гораздо больше и чуть чуть длиннее то есть почти до самого хвоста это единственное что изменилось и меня это радует то есть его не добавляли кучу всяких шипов и прочее прочее выглядит ну вполне себе нормально и примерно похож на стандартное животное то есть более менее так что я сделал вышел да по сути я не то хотел сделать вот давайте лептоклей да посмотрим тоже его смотрели там не помню до какого уровня уже до 30 даже успели на это очень не помню лептоклей это очень известный по моему животное лично для меня как плизиазавр из юрского периода это же плизиазавр вроде был я все не путаю либо коротко шеи и плизиазавр я уж не помню если честно вообще у меня думаю в комментариях поправят умные люди вот ну вот так вот у нас выглядит в этой игре окрас нестандартный серые какой-то немного такой фельд бледно-фиолетовый это мне радует на двадцатом уровне появляются такие леопардовые пятна по бокам тела сам окрас немного изменяется это у нас уже рифовое животное то есть как видите тут риф тут где-то должен быть спуск в пещеры ну вот это углубление 10 чет не видно но где-то не должен быть на 30 уровне то же самое только добавляется еще больше количество пятен ноздри становится как видите желтыми вот здесь вот окрашена морда и концы плавников тоже вот но и на 40 уровне это у нас чудо чудное просто во первых в задней части плавников киты шипы добавляются две костные пластины на конце хвоста с шипами как вы можете заметить костные пластины ну такая якобы броня по всему по всей верхней части спиной часть тела как видите украшенная тремя рядами то есть один по бокам ряд шипов таких пластин даже не шипов второй вот здесь и третьего даже самых крупных расположен вот на спине самой и на голове тоже возвышается такая рожек такой так последний живот и которые хотят бы все показать там ауизавр про него я вам тоже рассказал тоже стандартная краска вы видите необычный то есть он такой бледно зеленый а конец морды такой синеватый даже то есть нету как в этом в билдере что стандартная краска серый жалко тут приближать нельзя я бы с радостью поближе его рассмотрел вот так на двадцатом уровне что у нас добавляется окрас становится более темным и появляются такие удлиненные пятна темно-зеленого цвета ну и может сама голова немного по другому становится окрашены звуки этих плезиозавров тоже очень классно сделано вроде напоминает дина кризис второй там вроде также было ну на тридцатом уровне тоже самое по сути только вот задняя часть плавников и хвост в красных таких ну в красный в общем окрашен такой ну и конец мур тоже красноватого имеется установить тот же все тоже животное так ну вот что с ним происходит на сарком уровне это конечно да это это надо видеть просто во первых вот этот косный вырос на конце морды во вторых какие-то губкообразные выросты на голове будто колония каких-то полипов поселилась на нем значит два спинных паруса грубо говоря расположены на спине шипы на задней части плавника шипы на хвосте еще на хвосте появились такие дополнительные тоже типа плавники такие хвостовые это вообще выглядит реально как лохнесское чудовище просто одна из его формы это выраженная вот жесть по моему вот куда-то поплыл это радует давайте посмотрим куда он там плывет это у нас поверхностное животное это всплывать ой извиняюсь всплывать не собираешься нет не ну смотрится эффектно конечно но как динозавр по сути он не имел таких всех выростов ну вот особенно хотя полипу на голове убрали шо это такое за дебилизм ну грациозные животные ничего не скажешь так ладно посмотрели животных сегодня пожалуй можно какую-нибудь битву посмотреть да что-то что-то скучноватенько стало так у меня все понятно надеюсь это видео вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал вступайте в группу канал ссылка будет в описании с вами был дарт сидиус всего вам хорошего до скорых встреч и всем пока а